Слава Украине! Привет всем от Полонского! Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Посмотрите, кто, друзья, у России. Это просто охренеть можно. Значит, сплошные людоеды, да, северокорейские, иранские, вот, теперь еще Талибан, оказывается, у них в друзьях ходит. Хизбалла, Хамас, то есть все хуситы, то есть, ну, все на хэ, да? Вот и я об этом, да, приблизительно. Итак, друзья мои, цитата посла России в Талибанщине. Талибанщина это Афганистан, раньше, когда-то был государством. Теперь уже, сами знаете, что там. Итак, цитата. Талибы борются с терроризмом и стали союзниками России в искоренении этой угрозы. Исламское государство является врагом движения Талибан. Талибы его прижимают. Конец цитаты. Дмитрий Жирнов, посол Российской Федерации в Афганистане. Вот так вот. То есть, для них, друзья, это Талибы, это, знаете, как они говорят, Талибы прижимают Исламское государство. Талибы хуже Исламского государства. То есть, сказать, кто из них больше людоеды, Исламское государство или Талибы, совершенно невозможно. И те другие, просто человеконенавистническая идеология, просто людоеды. Вот просто людоеды обычные, которые низвели женщин до уровня между собаками и камнями. То есть, женщины там вообще прав не имеют. Абсолютно никаких. Забивают женщин камнями. Это союзники России. Вешают людей на виселицах, а потом катаются с этими, значит, повешенными по улицам городов. Ну, вот такие союзники. Да, сжигают женщин. Ну, это дикари. Это конченые абсолютно дикари, людоеды, у которых нет ничего человеческого. И они говорят, враги Исламского государства. А чем они отличаются от Исламского государства? На йоту. Хоть на сколько-то. Не отличаются от него? Конечно, нет. Это тоже Исламское государство, только вид немножко сбоку. Абсолютно жуткие, абсолютно жуткое правление в Афганистане, да? То есть, самая жуткая страна в мире. Одна из самых жутких стран в мире. Посмотрите, я еще раз говорю, только твой друг, это вот этот корейский, этот северокорейский, этот вот толстяк, этот распухший, этот товарищ, который ест один за всю Корею. А все остальные там сидят на свежей и сочной траве. По 10 лет служат в армии, потому что собрался воевать идиот со всем миром. Талибы, которые женщин камнями забивают. Эритрея, в которой выборы не проводились 30 лет, потому что президент сказал, что я настолько хороший, что нафига вам выборы, если есть я. Действительно. И так далее. Иран, на который пломбу некуда ставить. И так далее, и так далее. То есть, ну капец, капец. Россияне, вас ничего не смущает? Ведь по сути дела, все, о чем я говорю, это же ваше будущее. Это то, что вам готовят. Вас не ведут в Европу. Да, да. Знаете, что самое интересное? Своих жен, детей, любовниц и так далее, и так далее, ваши вот эти вот козлодрыповцы, которые вами руководят, они же не отправляют жить в Афганистан. Назовите мне, вот дочери Путина хотят жить в Афганистане? Их там камнями закидают на второй день. Или валька красные трусы, которая у вас там является, что-то она в Сенате сидит с труселями вместе, да? Вот. Или Машка немытая башка. Она хочет пожить в Афганистане или в Эритрее? Или в Иране? Не, не захочет. Потому что она там хлобы снит водки, накатит, да? Устроит скандал, на следующий день ее повесят. Потому что законы у них такие. Вот. Они там жить не хотят. Они мечтают о Парижах, там, о Нью-Йорках, о Майами, особенно Майами, да? Майами. Грустно, когда из Майами поперли. Или в Монако хотят, да? А в Афганистане не хотят. Но вас всех они ведут в Афганистан. Это так, к сведению. Вам все равно.